Почему в Игл-ФСИ? Сбор прошел не очень удачно. Как в последний раз. Мне, получается, предлагали там в ИСЕ и подраться. Кто бы мог подумать? Вот так вот. По ощущениям он думал, там капец разрезать. Лига Хабиба Нурмагомедова, понятно, что он обкатывает своих ребят. Наверное, минус пока такой. Крайние сборы тренировались у Магомеда Исмаилова. Зрелище сразу предупреждаем, не для слабонервных. Я терплю эту боль. Что вы должны за это делать? До убоя с Александром Шлименко. Да, там... Все, кто на пресс-конференции искажет, подпишите меня. Всем привет, это программа «От первого лица». Здравствуйте. Сегодня будем говорить о развитии смешанных единоборств в нашей стране, в России. И у нас в гостях яркий представитель этого вида единоборств, боец команды «Ратиборец» Денис Измаденов. Денис, здравствуйте. Здравствуйте. Рады вас приветствовать мы и лично познакомиться. Денис, прямо вот сразу к делу. Мы знаем, в курсе, что у вас было предложение выступить в декабре, то есть до конца этого года еще на турнире «Игалуси». Но вы отказались. Почему? Плохо себя чувствуете после крайнего поединка? Нет. Получается, сбор прошел не очень удачно, так как в конце сбора... То есть изначально вы планировали выступить? Планировал, до конца года планировал выступить. Но так как последнюю неделю на сборах я заболел. Ковид-19. Получилось так. Но в Махачкале он подтвердился. По прилету сюда, получается, через дней пять у меня отрицательный тест. То есть, видите, все-таки до бойцов добралась. Какая-то вирусная инфекция во мне присутствовала. Ну и понятно, что уже все, сборы свернули. Да, получается, и состояние ухудшилось, и слабость какая-то появилась. В итоге потихонечку перешли на более легкие тренировки. А уже был соперник определен? Уже вы знали, кто будет? Были варианты, нет. Только изначально этап был, согласование с соперником. Предложили одного соперника. То есть, пока мы рассматривали, сразу же на первом этапе согласия не дал. То есть, решил перенести на следующий год. Мы подумали, что еще сказались травмы, полученные в крайнем поединке, который был в июне этого года. Потому что, как мы знаем, палец точно был сломан. Как вы восстановились, и как себя чувствуете после? Восстановление продолжается. На правой руке причем? Чего там сломал? Ну, палец сломал, думаю, так быстро заживет. Но нет, он не дает мне бороться. То есть, бить-то я вроде все получается. А вот захват и перехват, и немножко еще есть боли. Поэтому... Хотя уже вроде, да, казалось бы, полгода почти прошло. Думал быстро вообще, потому что в июне сломал, июль прооперировался. В августе сняли спицы. Ну, и потом, думаю, месяц-два. Сейчас как бы начал тренироваться. Думаю, перетерплю эту боль и вклинюсь. Нет, боль никуда не уходила. И как бы мешала мне. Просто, Денис, я вам расскажу только свое впечатление. Тимур, может быть, как-то по-другому считает. Но я вот смотрю, когда на ваши бои, в крайнем поединок, в том числе, вы одержали победу раздельным решением судей. Ну, вы как в последний раз. Тяжелый бой, да. Да, просто как в последний раз, правда, держите. Это же ущерб получит. Настрой такой, да, как в последний раз. Выложиться, показать себя. Но, то есть вы вообще за это не думаете, что там ущерб какой-то получите серьезный. Некоторые бойцы, бывает, думают, лучше там здоровье, пусть даже проиграю, но хотя бы здоровье там мне сохранить. Если ты не подготовлен к бою, то, конечно, у тебя разные мысли в голове появляются. А когда ты прошел полноценный лагерь, сбор, все у тебя четко, режим, то есть диету содержать, ну, все получается. Когда соблюдаешь, все идет идеально. То есть остается за малым выйти, отработать 15 минут. А во время поединка вы прям вот все думаете, все, можно так сказать, если, извините за жаргон, отражаете все, что происходит? Или там больше на инстинктах работаете? Нет, конечно, мы же подготавливаемся к конкретному сопернику и работаем со своим тренером. План выстраиваем на бой, разные фишки, заготовки. Вот, ну, соответственно, смотрим по сопернику, что будет делать, бороться, бить. Разные фишки и заготовки, мне кажется, это до первого пропущенного удара. Нет, нет, все равно надо не отходить от плана. Конечно, импровизируешь по ходу боя что-то, но все равно преследуешь тот план, который выстраивал на бой. Вы тренируетесь под руководством Всеволода Цирки? Да, уже с 2018-го к нам пришел Всеволода Цирки. Но и Венер Галеев был до него, то есть он сменил Венера Галеева на посту как раз-таки главного тренера ратиборца. Совместно они, получается, ведут. А я хотел как раз спросить, есть чувствуете ли вот такие различия какие-то принципиальные или наоборот один другого дополняет? Дополняет. Но все равно не хватает немножко тех тренировок, которых предоставлял нам Венер. То есть физически... А в чем его? Много физики, больше на выносливость работа. Здесь у Всеволода, ну, Всеволод получается тактический, он прям грамотно подводит к бою, то есть конкретно на бой. Но сам этап подготовки все равно нужно включать в Венеровские какие-то тренировки. Ну, там за два месяца до боя. А потом уже на спад. То есть выполнить объем работы. Набрать базу физически. Набрать, да. Функциональную. Функциональную. Выносливость, вот это все. Силовые качества. Ну, вот это и отличает Венера Галеева. Почему он в своем возрасте и прекрасно выглядит, и дышит. Да, да, да. Феломенально. Еще фору, да, с любого молодого бойца. Даже сейчас, да, он в такой форме. То есть мы там где-то... Мы это часто обсуждаем, на самом деле, да, со стороны. Ослабились, да, но он на своем стоит и как бы... Это его конек. Денис, вот вы в лиге Игл-ФСИ... В принципе, лига сравнительно молодая. Тогда же и все разделились на Опен-ФСИ, Игл-ФСИ. Год, год, да, лиги. Год, да. Как вы вообще туда попали? В начале, получается, подписывали. Мубаракшоевым, да. На апрельский бой. Первый бой был с Мубаракшоевым. Да. Вот. А почему вы Игл-ФСИ? Почему не в Опен-ФСИ продолжили дальше? Там, ну, путь. Такое предложение поступило от менеджера Александра Скоредина и всего Ольга Цирки. То есть совместно обговорили, так как боев в Ир-ФСИ не предлагалось. Вот. После проигрыша. Ну, решили не простаиваться и заключили контракт на четыре боя. То есть Игл-ФСИ. Ну, они, как правило, на четыре боя, да, ведь заключают контракт? Да. Сколько там, в течение двух лет их нужно провести? Да, в течение двух лет. Это много или мало? Боев? Мало. Мало же? Мало. А параллельно можно выступать? У них условия... Индивидуально, да. Контракт индивидуальный, получается, в контракте прописан. Так, хорошо. Гонорар лучше, чем в РССИ? Мы не спрашиваем про цифры, просто в сравнении. Нет. Нет? В РССИ, конечно же, больше. Кто бы мог подумать? Вот так вот. Ну, там медийно, зато более как-то раскручивают. В Игли. Как она по организационным моментам вот так изнутри? Качественно. Качественно. Все наступает вообще вот другим организациям. Там, так же бы сказал, в лидерах идет. Мы с ребятами, когда разговариваем, там называют ИСЕ, понятно. А Игл-ФСИ как трамплин. В том числе для того, чтобы попасть в ИСЕ. И интересно теперь уже от бойца, который прямо представляет лигу Игл-ФСИ, это услышать. Еще знаете, какой у меня вопрос? А почему я удивилась, что Игл-ФСИ? Мне казалось, что вот когда они разделились, OpenFC и Игл-ФСИ. Вот OpenFC преимущественно славянских ребят подписывают. Игл-ФСИ, наоборот, ребятам, ну понятно, Лига Хабиба Нурмагомедова, понятно, что он обкатывает своих ребят. Да, 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 да. В том числе из Дагестана и разных. И тут Денис из Маденов. Игл-ФСИ. Русский парень. Да, ну правда, как-то немножко не... Ну, видимо, решили разбавить обстановку. А нет какого-то ограничения по оппонентам, которые они предлагают? Ограничения? Что преимущественно-то ребята из борцов, во-первых. На любого соперника как бы соглашаемся. Выбор. Ну, не зависит от того, что выбрал я или нет. Пытаюсь не выбирать соперника. Да. В СССР, да, как трамплин сказали, в СССР. До Иглс мне, получается, предлагали там в СССР подраться. Как раз в пандемию там один слетал, другой. Вот. И согласие отдавал, но... Боя не состоялось. Боя не состоялось, да. Как бы Лига... Знает меня, видимо. Но все равно на рассмотрении. Сейчас, получается, надо отодраться в СССР. Закончить контракт. Ой, не в СССР. В Игл-ФССР. Закончить контракт и уже думать дальше. А в Игл-ФССР в твоем весе есть пояс? Я думаю, во всех весах есть пояса. Да, я думала, пока только выборочно, пока они только начинают. Нет? Ну, решили, что сегодня проведем... А, то есть еще не проводили, да. Не проводили, да, чемпиона нет еще. Чемпиона нет еще. Да. Ну, вообще, как бы это вот в планируется. Да, в планируется. То есть, там ты входишь в топ, потом... Сейчас, видимо, определяются какие-то соперники. А как выстроена система тогда вот этих топ лучших бойцов? Вообще, как-то она сформирована, сформулирована в Игл-ФССР? Вот этого у них не выложено. Пока нет информации. Да, есть какая-то топ-10 бойцов, допустим, в твоем весе сейчас? Или пока неизвестная? Пока неизвестная. Мы поэтому и спрашиваем. Потому что тоже заходим, смотрим. Как-то пока все очень размыто. Так, одного знаю частично, другого знаю частично. Полноценный список как бы не оглашен, да. Ну, наверное, минус пока такой для лиги. То есть все равно надо в каждом весе... Разыграть пояс. Разыгрывать, да. А вот в Ир-Си-Си вы сказали, что по гонорару будет... Ну, было лучше. То есть в финансовом плане было лучше. Еще и дома. Еще и как бы далеко ехать не надо. Да, комфортнее. Комфортнее. А вот когда закончится контракт с Игл-ФСР, у вас вообще есть снова какой-то вот вектор, чтобы вот в Ир-Си-Си пойти? Договариваться. У них же там разовый? Разовый, да. Контракт на бой. Но мне бы хотелось, да, конечно, и в Ир-Си-Си продолжить свой путь, так как у меня очень удачно. Все там... Симу доевшие в побед. Ну да, получается. Прям вот эти пиковые такие года, 19-й год. Прям четыре боя провел, все удачно. Вот. Ну, будет видно. Если здесь включат борьбу за пояс, то есть будем идти к этой цели. А амбиции это как раз-таки пояс любой из организаций. Да, конечно. Кстати, разговаривали с РССи, когда Николаем Клименко говорили, ну когда уже пояс, когда пояс? Он говорит, мы не хотим. Мы не хотим размениваться. Пока нет. Да, да, да. Пока нет. Было бы тоже интересно. Было бы интересно. Какие-нибудь бонусы там за лучший бой вечера, да? Выголь, кстати, нет? Тоже что. Есть такое выголосие? Но пытаются вводить. А, пытаются вводить. Но в постоянном еще плане нет. Тургусейнов дрался там до этого с Досантосом. Да. Когда он до боя с Александром Шелеменко. Да. Там получилось, что получил бонус. Бонус. И с гориллой какой-то контракт, видимо, заключил. С гориллой? Там все, кто на пресс-конференции скажет, подпишите меня. Да, да, да. С вами все просятся. Да, есть такой момент. Денис, вот вы на сборах в Дагестан уже не впервые ездите. Нравится, получается, да? В разных залах там тренируетесь. Расскажите о впечатлениях. Да, уже неоднократно был в Дагестане. Мы ездим постоянно основным, ну, костяком. Илья Каленичев, там, Егор Голубцов, Венерго Ильев. Крайние сборы. Иван Штырков, Михаил Рогозин. Как бы костяк у нас такой сформировался хороший. Тренировались первые годы у Расула, Магомеда Леева. Вот. Все устраивало, но потом решили пробовать в разных залах. Один сходить там, получается. Крайние сборы тренировались у Магомеда Исмаилова. Где он тренируется, да. У Рамзана Исмаилова, получается, у них в зале. И нас приняли гостеприимно, как бы. Ну, и нам понравилось. В общем, лучше ездить туда более, такие, летний период. Так как климат, тепло и море рядом. Зимой тяжелее? Ну, вот сейчас были в октябре, уже погода сменилась. Слякоть, ну, немного отличается от нашей. И как бы вот эти всякие болезни все равно тоже присутствуют. Не говорите, да, в Дагестане уже. А еще мы от ребят слышали, что там вес сложно гонять в Дагестане. Это правда? По еде, да, калорийность там большая. Да? То есть... То есть хинкал разный. А, и потому что еда, соблазн. Очень жирная еда, да. То есть сложно удержать себя на дети. Но ребята заказывали, и также правильное питание. И вроде как бы получалось сдерживать. Мы уже приноровились к этому. Еще мы увидели у вас в Инстаграм, как вы проходили процедуру, грубо говоря, кровопускания, хиджама. Мне так интересно, я не первый раз уже вижу у бойцов, для чего это делается, как вы себя ощущаете. И лично вы прям практикуете это регулярно или нет? И насколько болезненно она впервые это тоже попробовала. Да, впервые. Много раз собирался, собирался на них. Сборы только на третий, четвертый. И я вот, когда мы как раз в этот новый зал Крамозана Исмаилова попали, то вот там я связался, кто делает у них хиджаму, и все-таки решился. Все стерильно, все как бы боязливо было сначала, думал, как там кожу резать. Но ничего, мелкие надрезы сделали. Все это на видео мне заснял, конечно. По ощущениям он думал, там, капец разрезы, какие сильные. По ощущениям больно, да? Ну да, такие дискомфорт. Дискомфорт это получал. От самой процедуры потом дня два была слабость. Но это нормально. То есть кровь, видимо, обновлялась. И день только на пятый я почувствовал легкость, прилив сил. То есть мышечные боли все пропали. Которые за сбор, получается, организм спазмировался. То есть потеря молочной кислоты, продуктов распада, все это как раз происходит через кровь, да? Ну да. Получается, старую кровь сливают, очистят. А как часто нужно это делать? Ну так по-разному, кто как говорит, раз в полгода. Раз в сборы? Кто-то вообще говорит только в осенний-весенний период. По-разному. То есть это работает прям, да? Ну, мне на первый раз сработало. Сработало. Просто для зрителей надо рассказать. Процедура называется хиджама. Правильно, да, ведь? Хиджама. Где тебе, грубо говоря, прям просто вот если на пальцах кровопускание, там делают надрезы на спине. И потом как банки, да, ставят. Которые вот под давлением или как-то вот этот вакуум создаются и выкачивают. Ну, это же обычные банки. Да, кровь. Просто посмотрите, зайдите в инстаграм Дениса из Мады. Мы обязательно оставим здесь ссылку. Ну, зрелище сразу предупреждаем. Не для слабонервных. Ну, да, да. Так, если посмотреть, у нас такое было ощущение. Мы вчера прям всем каналом обсуждали. Все посмотрели, да. Посмотрели, всем каналом обсуждали. А попробовали бы, попробовали. Денис, в Дагестане вы выезжаете вот на такие выездные сборы, как мы сейчас уже обсудили. Но на постоянной основе тренируетесь в Екатеринбурге в Ратиборце. Есть еще зал Ратиборца. Команда Ратиборца и зал Ратиборца. Это как бы вот две разные, да, единицы. Тренируетесь у нас здесь в Екатеринбурге. При этом живете в Ревде. Получается, постоянно вот так ездите. Каждый день. Ну, уже на протяжении с 2013-2014 года, да. Получается, езжу так, да. Ну, может, переехать? Нет, вот я же говорю, не получается переехать, так как в Ревде открыл филиал. Ратиборец Ревда. Развиваю там смешанное единоборство. Кого там тренируете? Взрослые группы детские? Тренирую. С шести лет детей, да, получается. Ну, также есть и юношеская группа, и взрослая группа есть. В общем, тренируемся три раза в неделю. Вечернее время. То есть в двух? Вел свой график, еще тренировки. Еще тренировки вести. Сами тренируете в Ревде, а если самому надо ехать тренироваться, то едете в Екатеринбург. Да, были мысли переехать сюда, лучше приехать в Ревду там три раза. И потренировать. И потренировать, да, и обратно в Екатеринбург, чем из Ревды пять-шесть раз в неделю ездить. А вот такая тренерская работа ничего не отвлекает? Или вы наоборот заполняетесь во время? Разные варианты пробовал, и во время подготовки к бою отключал. Все тренерские тренировки только целенаправленно. Ну, конечно же, когда отключаешь, ты более сосредоточен на бое. Вот. Но не всегда получается найти замену себе, как тренера. Так как в Ревде особенно еще мало кто занимается смешанными единоборствами. Ну, это у вас задача-то вообще популяризировать, привлечь туда. Да, и приходится привлекать других тренеров. Там очень в Ревде развит бокс. Есть тренер Попилов Иван Иванович старенький, но школа бокса хорошая. Я его привлек к себе в секцию, и он сейчас ведет тоже там тренировки. Классно. Нет, хорошее дело, конечно, да. Зал, наверное, переполнен, потому что все детишки сейчас на подъеме. Этот МММ, это очень популярно. Почему-то в Ревде не особо. Не особо пока, да. В основном рукопашный бой, карате в Ревде. Мы пытаемся вот смешанное единоборство еще развивать. Активизировать, да. Активизировать, да. В том числе и в Ревде. Знаете еще, что бы хотелось о вас узнать? Очень мало информации, на самом деле, в интернете и в социальных сетях. Вы тоже как-то неактивны. Не очень, да. Не очень любите, да. Мы уже это поняли. Хотя это часть вашей работы. Все время говорим ребятам. Согласен, согласен. Когда-то бывает, находит, раз-раз что-нибудь включусь. Как вы изначально попали в команду, Ратимборец? Расскажите. Тоже об этом ехал сегодня, думал. Получается, есть старший друг наш, Александр Анатольевич Горбунов. В общем, мы с ним хорошо знакомы. В 2013 году через ребят услышал, что должна создаться команда. Непонятно было, какая, что будем тренироваться. Либо боксом, ну, смешанными какими-то единоборствами. Не было ни тренера, ничего не знал пока. Ездили в Курганово, тренировали кроссфит. Тренер был по кроссфиту. В дальнейшем тоже наш товарищ Сергей Глухих пригласил. Списался, получается, с Венером Галеевым. И предложил ему переехать. Как-то завязались, встретились. Предложили ему тренерскую деятельность здесь. И вот так потихонечку создалась команда Ратимборец. Он, грубо говоря, такой был основатель. В плане тренерской работы, да. Венер Галеев. Из Башкерии в Екатеринбург на Урал. Перебрался, да. Как бы предложили хорошие условия, видимо. Сколько у вас ребят было изначально? Человек 10, было точно. Что вам вообще пообещали? Какие перспективы? Вы сразу пришли на какую-то зарплату или просто клуб единомышленников? Пока был изначально клуб единомышленников. Просто начали тренироваться. Пытаться заявляться на какие-то турниры. Но это сразу была профессиональная история? Турниры? Да. Заявляться, да, сразу? Параллельно нам Венер еще предлагал выступать по боевому самбо. Прямо закрепились так. Прямо полюбительство по боевому самбо. Как он сам выходится оттуда. Двухкратный чемпион мира. Вот и потихоньку мы также привлеклись к этому боевому самбо. Выполнили тоже нормативы. Знаем, что мастер спорта. Очень есть такое. Хотя бороться не особо получалось в куртках. Больше ударная техника. Приходилось. Ударная техника никак не оценивается, кроме как нокаут. Нокдаун, нокаут. Вот таким способом приходилось выигрывать. Часто ездили в Димитровград на мастерский турнир. Не один год мы туда ездили. И многие ребята из нашей команды выполнили нормативы мастера спорта. Мы, кстати, с Тимуром обсуждали этот момент, что у вас все время вы как бы ударник хороший. Там самбо занимались. Потом пришли в Иголы все, где очень много базовых борцов. И где нужно учиться хорошо бороться. Как минимум хорошо защищаться. Да, и как минимум хорошо защищаться от переводов и так далее. Да, стараюсь защищаться сейчас. Получается, больше над этим аспектом работать. Вратеборцы зарплату платят? Да. Прям каждый месяц, да? Как на работе? Что вы должны за это делать? Посещать тренировки регулярно. А как в Америке, там тоже клубу отдаешь какой-то процент с гонорара, когда выходишь уже биться? Когда бой прошел. Ну да, получается, у нас условия есть, что в клуб процентов дается и тренерскому штабу. И тренерскому. Да. Интересно все. Потому что зрителям наверняка тоже интересна вся внутренняя кухня. Ну правда, там бои проходят. Вот два боя, это считается мало, да, в год? Или нормально? Нет, мало. Мало. Но все равно как бы... Сколько комфортно было бы боев в год? Если не было бы травм, то, как говорится. Три-четыре боя. Три-четыре боя. А как живут потом бойцы? У каждого есть семья, там дети все равно же нужно не боями едиными зарабатывать. Вот сейчас мы узнали. Еще и тренируете вы, получается? Параллельно получается. Уборцы, да. Совмещать. Ну, состоите как член команды. Понятно. Теперь все. Это индустрия ММА. Мы просто, ну вы же извините, мы же журналисты, нам очень интересны все вот эти детали. Денис, у нас традиционная рубрика «Блиц». Опрос в программе «Или-или» вы выбираете, не задумываясь. Самбо или джиу-джитсу? Джиу-джитсу. Удар или бросок? Удар. Хиджама или баня? Баня. Поесть или поспать? Поесть. Пояс иголы все или бонус VCA? Бонус VCA. Рыбалка или автопати? Рыбалка. Джиган или Тимати? Ладно, Джиган. Фотка-то же есть с Джиганом. Ну да, да, есть. Венер Галиев или Марат Балаев? Оба. Или, да? Или. Венер Галиев или Всеволодцыркин? Венер Галиев. Мотоцикл или автомобиль? Автомобиль. Сломанный палец или сломанное ухо? Сломанное ухо. Суть нормальные уши у вас. Да, уши нормальные. Незаметно, что да. Ну, оно точно сломано. Слава богу, что незаметно. Как бы внутренность все сломано. А почему вы брали сломанное ухо-то? Потому что сломанный палец долго заживал. Сломан еще не зажил, да. Еще беспокоит. Пока беспокоит. И очень неприятно. Вот Венер Галиев и Марат Балаев сказали или. То есть оба бойца вас впечатляют? Почему? Оба впечатляют. Два легендарных. Ну, в таком возрасте. Как бы у каждого своя история. То есть надо дожить еще до такого возраста и выступать. То есть это уже показатель. Еще такие бои закатывают. Конечно. Это показатель в таком возрасте. Это нас очень мотивирует. У меня. Точно. Вот хочется узнать ваши амбиции в спорте. В смешанных единоборствах. Чего вы хотите. Может быть есть какой-то план все равно. Там все планируют. Там через два года. Хочу подписаться там в ИСЕ. Или куда-нибудь там, не знаю. Пояс иглы в СИ. Да. Ну, конечно же. Либо пояс. Либо. Другой промок. Хорошие условия. Хороший гонорар. Другой лиги. Вот так вижу. Ну, хотя, смотря на Венера Галиева, то есть в 33 он только начал идти в профессиональные бои. Вот. И этим самым ты себя тоже подталкиваешь. Что ты можешь еще. Как дочь относится к боям? Смотрит? Я ее спрашивал. Так, говорит. Дерешься, дерешься. Но сейчас она уже более взрослая, понимает. Показываю, вожу с собой. В зал привожу. Смотрит, нравится. Что тебе, говорит, там бьют, там. Больно, да. Она больше на гимнастику ходит и увлекается. Ну, мы видели у вас в Инстаграм, что занятия были по гимнастике. Денис, спасибо вам большое, что вы сегодня к нам пришли. На самом деле, поделились. Очень, мне кажется, откровенно обо всем рассказали. Как есть. Спасибо большое за приглашение, конечно. Будем рады вас видеть и в нашей студии. Будем рады посмотреть на вас уже. Почаще, почаще. Да. Рады посмотреть вас уже в октагоне. Да. Но в следующем году, как минимум, желаем вам быстрее восстановиться, прийти уже в себя. Сам по своим силам рассчитываю на конец января, вот, конец января, февраль. Угу. Удачи вам, побед и здоровья крепкого. Спасибо большое. Для зрителей мы напомним, что у нас сегодня в гостях был Денис Измоденов, боец команды «Ратиборец», выступающий сегодня в промоушене «Иглэфси». Обязательно еще увидимся, а пока-пока. До свидания. До свидания. До свидания.